И снова я, Елена, приветствую вас из солнечной и любимой Аланьи. И сегодня, друзья, мы с вами в таком месте. Лично я хотела сюда попасть в течение последнего года. Это невероятно романтичный, красивый, такой смачный отель, но концепт только для взрослых. И сейчас я вам покажу, какие 33 удовольствия вы можете здесь получить. Итак, скажу сразу, территория небольшая. Почему? Потому что этот прекрасный отель умудрились как-то так разместить на скале, ее подрубили или что там сделали, хотя есть собственный спуск к морю и есть свой небольшой пляж. Ну что, друзья, я думаю, нужно рассекретить это место и чуть-чуть рассказать о нем больше. Этот отель называется Порт Амора Клаб Хотель. Расположен он на обрывистом берегу по старой дороге на Газипашу. Вот как раз там у меня за спиной вы можете, собственно говоря, и наблюдать Газипашу и пляжи, и скалистые берега. Чем же уникален этот отель? Во всяком случае, с моей точки зрения, я думаю, что в ближайших окрестностях от Аланьи, это, пожалуй, самое тихое, самое уединенное, самое романтическое место. Почему? Гостей немного. Здесь вот все продумано. Вы знаете, территория небольшая, естественно, это же на скале. Но продумано все до мелочей. Милый уголок, вы посмотрите, как я провожу время, да? Это можете делать так же и вы. Тут очень красивый бассейн, сейчас пойдем его посмотрим. Кроме того, в этом отеле предусмотрено все для прекрасного отдыха. Здесь есть и спа-зона, довольно-таки большая. Сейчас мы сходим. Здесь есть и тренажерный зал, он достаточно большой. Даже маленький пляжик там у подножия этой скалы очень комфортно сделан. Ну, классно. Но самое главное, еще раз хочу обратить ваше внимание, атмосфера. Она очень романтическая. Я тут уже видела в бассейне, не знаю, поймаем ли мы их опять или нет. Целующиеся парочки, прекрасные девушки, которые позируют для фото своих инстаграм. То есть очень инстаграммное местечко. Ну, сейчас пойдем и мы погуляем. Ну, начнем с главного. Чем тут кормят и что тут вообще интересного? Итак, приглашаю вас в ресторан. Ну что, друзья, вот, наверное, собственно говоря, визитная карточка этого отеля. Это, конечно, вот этот бассейн. Ну да, небольшой, но это же инфинити бассейн. Вы только посмотрите туда. И вот смотрите, вот вы на краю этого бассейна. Вот там скалы, там даже видно волны бьются об эти скалы. Господи, ну что может быть красивее и романтичнее? Вы слышите и шум воды в бассейне, и вы слышите шум волн, которые бьются об эти скалы. Кстати, номерной фон здесь состоит из стандартных номеров. Вот они как раз попадают в поле вашего зрения. И бунгало. И сегодня мы обязательно зайдем внутрь и в обычный стандартный номер и обязательно посмотрим, что такое бунгало. Поскольку отель и вся территория расположен на террасах, с одной зоны на другую нужно переходить либо по лестнице, либо пользоваться лифтами. Сейчас мы пойдем покажем вам еще интересное место. Мы спустились по зону. Что я вам хочу сказать? Цены вы, конечно, можете посмотреть на сайте, на все услуги, также на меню. Но сейчас мы вам сможем, в принципе, показать, сколько здесь это все стоит удовольствия. На мой взгляд, это вообще как-то не очень дешево, но с другой стороны вы же знаете, что за удовольствие это нужно платить. Кстати, прошу, пишите в комментариях, кто бывал сейчас сезон в отелях, сколько стоят услуги в спа-центрах. Готовы заглянуть в глубину этой спа-зоны? Хорошо. Здесь есть массаж, есть несколько массажных кабинетов. Вот это такая прекрасная зона отдыха. Вы попарились, например, вы были в хамаме или в сауне, или поплавали в бассейне. Здесь есть крытый бассейн. Сейчас мы пойдем посмотрим. И вот сюда пришли, отдохнули. Можете заказать себе всевозможные чай, кофе. Там, по-моему, даже какие-то травяные чаи присутствуют. Хамам здесь, конечно, заслуживает особого внимания, но красивый. Здесь же и паровая рядом с хамамом. Ох, жарко невозможно! И сауна! Не знаю, есть любители? Приходите. Ну, пойдемте дальше. Друзья, а вот сейчас-то начинается все самое красивое, интересное и романтичное. Ну, это вовсе не джим. Я еще не видела ни одного романтика, который получает удовольствие романтического плана от занятий в спортзале. Хотя хорош, я признаюсь, реально хорош. Посмотрите. Ну, спорно. Спорно, нужен ли он здесь или нет. Ну, может быть, кто-то и воспользуется. Ну, идемте, я вам покажу лучшее место. Посмотрите, какой прекрасный бассейн зимний, крытый. Зимой, конечно, он теплый. Сейчас-то как бы он за ненадобностью, хотя он функционирует. И вот эта вот скала, камни, волны, бьющиеся от камня, это просто чудо. Здесь же есть джакузи. Сейчас мы вам покажем. Легким нажатием ноги мы включили. Все работает. Вы расслабляетесь, получаете 33 удовольствие по счету. И здесь же есть еще одна сауна. То есть на такой маленький номерной фонд. Это небольшой отель. Здесь такое большое количество спазов. Ну что, мы покидаем основное здание и по этим же террасам вдоль всей этой красоты идем посмотреть на еще большую красоту. Вы скажете, куда ж уж больше. Будет еще более красивое место. Ну что, мы вышли на очередной ярус отеля, как бы на противоположную сторону отхода. И прям вот отсюда видно четко, как это на скале все пристроилось, вся эта территория. Пойдемте ниже. И еще один ресторан приветствует гостей на своей территории. Это рыбный ресторан. Он называется Посейдон. Ребята, если бы не музыка, вы могли бы услышать шум прибоя. Может быть, мы сейчас попробуем его поймать. Но прям шумит, шумит, шуршит, шуршит. Сейчас еще дневное время. Как бы гостей нет, как вы видите. Но все здесь работает, функционирует. Хотя там работники начинают уже готовиться. Но мы здесь задерживаться не будем. Собственно говоря, сегодня нас еда не интересует. У нас сегодня не гастрообзор. А мы пойдем вниз. Посмотрим, что там еще дальше. Ну вот, вот мы и пришли то к тому месту, куда, собственно говоря, и стремились с самого начала. Пляж. Пляж здесь сногсшибательный. Не говорите нет. Потому что он совершенно закрыт с двух сторон скалами. Он имеет мельчайший песочек. Да, он небольшой. Ну и что? Он рассчитан ровно на то количество гостей, которые здесь бывают. Но впечатление оставляет просто неизгладимое. Во-первых, песок. Как я устала от плит махмутлара. Во-вторых, скалы, шум прибоя, водичка чистая. И что больше всего подкупает? Гостей-то немного. Здесь не шумно. Здесь немноголюдно. Ну как вам не романтика? Здесь можно задержаться до самого позднего вечера. Ну что, я думаю, пришло время посмотреть, что здесь с номерами. И сейчас нам покажут бунгало. Причем здесь бунгало имеет разные характеристики. Какие-то есть джакузи внутри. Какие-то есть джакузи в своем маленьком садике. Ну, в общем, ожидается что-то невероятное. Пойдемте оценим. Вы готовы? Пойдемте. О-о-о-о! Заходите, друзья мои, не стесняйтесь. Я вас приглашаю. Во-первых, здесь пахнет деревом. Здесь реально пахнет деревом. Посмотрите, во-первых, потому что кровля выполнена из дерева. Пол? Нет, пол нет, не дерево. Ну, кровля, видимо, нагрелась, прям дает аромат. Ну, смотрите, стандартный номер. 42 квадратных метра. Все как в обычном, допустим, в отеле, но это приватная территория. О-о-о-о! Май-гад! Ну, выходите, выходите все. Кстати, со мной моя команда, и все тоже такие, о-о-о! Май-гад! Вы посмотрите на это! Вы только посмотрите на это! Ой, я сегодня здесь останусь. Можно? Слушайте, ну, это мини-джакузи, но оно по тому же принципу, что делаются инфинити из бассейна. Видите, вы наравне с морем практически. Друзья, мы в стандартном номере. У меня есть спаргалка. Этот стоит в сутки с завтраком 135 евро. Я хочу обратить ваше внимание на что? Концепция отеля для взрослых. Красная подсветка поверху для создания, так сказать, атмосферы интима. Приглушенный желтый цвет. И обращу ваше внимание вот на это. Слушайте, о гостях здесь заботятся. О гостях здесь явно заботятся. Так, ну и небольшой балкончик. Совсем небольшой. Ну, балкончик и балкончик. В общем, номер стандартный. Восторга не вызывает. Ну, и цена, собственно говоря, приемлемая. Друзья, я полагаю, зимой у них есть скидки. Это мои догадки. Давайте это проверим зимой. Ну что, дорогие мои любители уединенного и романтического отдыха. Смотрели, насладились? Я вот тоже. И вот думаю, остаться мне в этом бунгало или нет. А что я там не видела-то в этом бунгало-то? Что у меня дома, ванной что ли нету или душа? И кровать у меня есть. Просто мне жалко платить 300 с лишним евро за сутки. Ладно, если серьезно, место прекрасное. Я надеюсь на вашу хорошую реакцию. Будете мне чуть-чуть благодарны, что я под такой адской жарей сегодня здесь гуляю. Жара ужасная. Посмотрите, у меня волосы просто мокрые. Благодарю вас за внимание. Я с вами не прощаюсь. Впереди всего много интересного. Пока-пока.